mvp hot 6 забирают себе гирокоптером дазла и рубика со стороны команды импайр dragon knight пике таск появляется в пике появляется ли нас queen of pay такая история квапа как я понимаю будет хотя что я тут вообще понимаю непонятно куда будет квапа либо она будет для сайлента либо она будет для йоку тоже такое может быть в таком случае ли на будет флаевская таск будет алоха дэнсовским аквапа может быть для йоку на сложную а для сайлента еще заберут героя в пейн теперь у нас гуляющая абсолютно подруга она может то на одной роли быть она другой да и сайлент на этой на этом герое стоял самостоятельно сложную линию уже поэтому тут ничего вообще не понятно что нас ожидает вот такая думаю скорее всего резолюшен вряд ли тут будет что-то другое по поводу dragon knight а использоваться со стороны командами пехот 6 бруд мазан залетает четвертым пиком рубик дазл и гирокоптер ну по пику тоже очень даже дамажащие и надоедливая комбинация бруда по идее сама должна там все есть сейчас посмотрим не забанили пока в дарксир они одни не другие так что дарксир может залететь в пик и просто быть супер контр персонажем против команд против бруды тоже все зависит от командами пехот 6 забанят или не забанят дарксира тоже можно брать команде empire по большому счету сайлент смело может отыграть на квапе в паре с линой туском ну и dragon knight естественно мидлей ну глянем я думаю что мы пехот 6 следующим баном отправят у нас в никуда именно дарксира нет bristol бэк летает в баню от ими пехот секс удивительно но но не дарксир тогда можно его забирать почему бы и не дарксир может бегать за брудой постоянно по линиям и по сути оставлять ее без нормальных каких-то артефактов без баз возможности вообще вы формить что-то не уже наблюдал то на данном интернешнале такие дарксиры просто издеваются на брут мазать мы безвижно все можно делать через айншел все в принципе само собой получается и минута 40 у зим импайр они вообще не использовали дополнительное время 100 секунд пошли а что думать с брудой надо разбираться кому-то папа может конечно это делать но в аппе бегать за брудой вообще не камильфо не для того как бы мама ягодку растила окс окс появляется для тим импайр давно забытый герой для империи и теперь теперь я запутался по линиям ну акс в общем-то для йоку вполне может зайти тогда квапа отправится на легкой а может и акс кстати в паре слина и таском идти на линию где стоит бруда а сайлент может соло пойти на квапе играть это тоже неоднократно практиковала steam empire поэтому и сейчас что-то примерное можем с вами и увидеть ну и таск естественно для лоха дэнса мне так кажется последний пик от mvp hot 6 они долго думали поэтому сейчас дополнительного времени в принципе нет мид лейнера у них пока не имеется инвокер инвокер для most valuable player resolution забирает себе dragon knight а сайлент как предполагалось берет себе берет себе queen of pain йоку будет играть на аксе а лоха дэнс это туск или на это always wanna fly ну и куда отправиться йоку теперь вопрос будет ли йоку стоять в трипле бегать за брудой либо йоку будет стоять соло а сайлент отправиться со своими друганами куда-нибудь в триплу mvp hot 6 забирают себе гирокоптера для for его а ну-ка ну а что тут думать в принципе да и ничего в принципе в принципе тут думаю самкин забирает себе бруду в сложную линию mp забирает инвокера на мид лейн возьмет джеракс рубик или дазл скорее всего рубик да хин забирает себе дазла и джеракс будет играть на рубике не вот империи теперь сразу давайте по расстановке на лайнах йоку отправляется вниз на аксе йоку конечно на аксе против бруды будет стоять великолепно сам хиппк понятия не имеет кто куда идет но я думаю вы понимаете что такое акс против толпы детей брудмаза учат от у такса только раскрутят и там лесгинка будет нон-стоп ну и уже сам хит тут место себе пригрел на нижнем лайне пингуют игроки команды empire на нижнюю линию если у них вижен понятно ли понятно да все увидели паутину поняли где находится здесь бруда вот она собственно и бруда ползает ну и замес за руну начался dragon knight забирает руну в итоге resolution с баунти руной и здесь еще одна баунти руна никем не тронутая и неужели заберут его и ее игроки команды empire а ну-ка а ну-ка мп даже не перемещался туда у него есть но у талисман у него есть три танго он будет тут фармить на ну думаю что он на фейсбуцы по классике а кстати здесь еще и экзортовый инвокер экзортовый инвокер это шутка что ли какая-то да это будет экзортовый инвокер только под что под какую комбинацию не сам же под себя кем стопить под кого давайте экзортового инвокера под рубика под телекинез или может и так но сейчас посмотрим как будет этот экзортовый инвокер реализован у нас со стороны командами пехот six профессиональной доте это достаточно редкое явление драгонайт от резолюшина уже принято приносит себе батлу на нижнем лайне в это время йоку на аксе фармит в принципе беспрепятственно его харасить смысла никакого так ловит у нас сайлента пошел станут у лысу на флая сразу же ай шар тут а лоха дэнсу успокоить всех ну и без фрагов оказался первый файт 6 7 на 1 даже у резолюшина у mp 5 на 0 фармить экзортовому инвокеру достаточно удобно но вот по вопросам отхила по вопросам там бега и еще какой-то ерунды конечно печаль для такого инвокера такой инвокер мне кажется даже в батле нуждается лоха дэнс ходит пинает здесь по тихому hot six silent старается его накалять касса благодаря эту страйку пока все первого левела здесь 40 только получил уже второй левел есть у него рокит бараш есть у него также флэг кеннон йоку фармит беспрепятственно у него 16 на 2 топ крипстат на карте здесь еще и спайдерлинги наверное получает йоку через берсеркер кола идет потому что понятно в принципе что требуется самому йоку на него загрелась бруда если бруда не загрится то убить ее он не сможет попытался на ротякс на маленьких паучат не получилось и вижу на нету акса это немножко печальная ситуация так у нас прыгает сайлент за джеракс и сайлента возвращают немножко назад и еще и на хг я пытался засунуть сайлента джеракс джеракс отсюда уходит по линиям давайте пробежимся кто как против кого стоит по крипстату йоку 28 на 2 у санхи здесь 11 на 0 ну ему опасно фармить на самом деле ему опасно подходить к крипам потому что развалит его йоку причем беспрепятственно абсолютно у медлейной резолюшена 23 на 6 у мп 16 на 2 проигрывает при всем своем экзорте умудрился проиграть через форгидов идет здесь через сан страйк пока что мп уже в 2 квас ну и на топ лейне сайлент 16 на 4 40 на 2 ну и по моему первый фраг здесь нарисовался always wanna fly погибает и 40 забирает первый фраг для команды мп hot 6 ну в это время пока гуляет у нас мп причем гуляет без батлы резолюшен спокойненько фармить себе мид лейн у него 27 на 7 уже 28 29 ну и кормит его к тому же форгидами мп по нетворсу я думаю резолюшен превзошел своего визави 24 400 резолюшена и только 2000 ой 2400 точнее резолюшена и только 2000 у мп прилетают сразу же на мид лейн игрока игроки команды мбп и смысл дазл прилетел на мид лейн у него тупо не было маны на даже на шадовый и резолюшен дальше наваливать просто дамажит здесь мп потому что по сути dragon blood ой dragon form никуда тратится если не юзать ничего лина забирает герокоптера и сайлента развалили вот зачем нужен экзортовый инвокер это все для санстрайка в это время сайлент просто погибает под санстрайком и джеракс кстати а что про по моему просто телекинезом сюда отправил рулю как так получилось как здесь залип вдруг сайлент между деревьями возвращается три плане командами пехот секс и в принципе драка вот вообще отстояние триплы против триплы непонятно сейчас даже в чуходе флориф вроде фармит немножко хуже чем сайлент хотя нет уже получше чем сайлент до этого файта до смерти сайлента при по крипстату проигрывал теперь впереди 24 на 4 у него и 22 у квапы 0-1 идет сайлент и фориф идет со счетом 11 в общем то все достаточно ровно мне кажется бруда спиливает просто товар не товара line еще до того как крипы подходят у нас к товару до того как не выходят на лайк ну и здесь вот такая вот странная абсолютно ситуация йоку стоит здесь не пускает крипов а сам хи стоит здесь не спускает крипов у йоку уже 2600 у йоку есть даггер и теперь посмотрим как там бруда будет выглядеть берсеркер колл тоже у йоку в 3 прокачан контр-хеликс в 4 так вот время замес на топе йоку там по-своему тоже файтится йоку по идее должен прыгать сейчас на сам хи это в этот момент 2 на 2 идет размен резолюшн приходит на топ в итоге это все в пользу команды hot 6 но это просто копейки ну и сан хи дождется своей очереди скорее всего потому что у акса есть даггер и по идее йоку теперь целью должен ставить именно бруду семь с половиной минут сыграно у нас семь фрагов на карте вот здесь просто такая грязная на самом деле трипла против триплы вообще не пойми что здесь происходит гирокоптер туз лина постоянно что-то сыпется с гола на голову что-то из-под ног выпрыгивает гирокоптер совершенно сумасшедший не поддающийся никакому объяснению что там не уроки параш флакена чем он дамажит ну и короче говоря так аж путаться начинаю что там происходит вот сюда если прыгнул бы йоку я думаю вы понимаете что случилось без сан хи йоку пока никуда не прыгает у йоку пока другая задача йоку приобрел себе аркан буци на акса чтобы помогать команде молочага но в принципе хп регенится и так я думаю здесь вангвард будет дальше кримзангвард хп регена будет предостаточно ему бы гем купить по-быстрому справляться со своим оппонентом вот он и йоку загрел на себя сан хи просто начинает здесь разрыв здесь бруды удачно поймал момент йоку ну или просветку какую-то ну что-то надо с собой носить бруда просто в панике говорит я не хочу выбить нафиг а нам не надо попав это время забирает фраг на топ-лейни дазл отправляется в таверну сайвент лох и фэшни за джираксом джиракса по идее здесь задует папа отпевается джиракс еще один удар по нему джиракс отправляется в таверну и гирокоптер тоже в таверну триплу просто забирает команда эмпайр в этом файте тут просто выиграли 2 миллиона денег 1100 по галде 1060 по экспириенсу ну и минус 3 умирает 4 if что неприятно для команды mvp hot 6 23 становится счет так сан страйк пошел от инвокера сайлента пригвоздила а это уже поинтересней ну и сан страйк достаточно мощный сколько здесь дамаги 287 с половиной половинка тут просто заряжала resolution 8 левел mp почти 9 левел где был resolution а resolution гулял в принципе на топ-лейни все это время пока mp фармил 55 на 9 у него и 55 на 13 драгон-найт а вспомните не так давно resolution очень сильно обыгрывал своего оппонента йоку выжидает ждет свою цель ждет сейчас появится самхи и здесь он и умрет прыгать йоку агрит на себя тараканчиков тараканчики уходят лоу хп конечно уходят ну здесь им в принципе уже тут ничего не придумать ампхи должен новых себе собирать замес продолжается опять на топ-лейни самая яркая линия ручина всей карте always on a flight приходит на лайн здесь в это время resolution еще приходит спину фариву настреливает стан пошел по нему ну и его здесь забирают задувка от лин и счет становится 8 на 5 нон-стоп-экшен такая дота в принципе интересно я думаю всем и каждому 10 с половиной минут 13 фрагов по голде эмпайр впереди на полторы тысячи по экспириенсу тысяча с копейками resolution перемещается на топ крипов здесь немножко взяли главное не давать умирать крипам тут либо йоку должен танковать либо resolution и начинают пушить игроки команды empire здесь линия это конечно подъедается брудой ну принципе все это закончилось бруда уже сама под тавер прыгает рассыпаются все крипы йоку не попадает конечно в санстрайк там хорошо надамажили его а лоха дэнс вкатывается в самый ад абсолютно и а лоха дэнс лох и пешный акс тоже лох и пешный акс быстрее бежать отсюда волосю на флай приходит подраться дальше резолюшина просто гонят отсюда ну и никак не откидется резолюшину потеряли двоих героев пар и йоку тоже умирает умирает благодаря м.п. через форгидов без санстрайков без ничего просто руками запилил рейдинг спотом тавер из андер атак рейдинг структур а форта файл даяс топ-тавер из андер атак команда empire тут потеряла прилично по золоту еще сейчас этапа разгрызет ами пехот сикс санстрайки тут просто на верочку дает у нас инвокер ну и неплохо мп смотрится 3.00 вот у него на данный момент некра уже появляются благодаря форги там и некрономикона можно нормальную пуш страту организовать но мидлейн под смоком выходит команда empire прыгает резолюшина вот есть даггер моментальный крику от квапы разорвало на куски бедняжку рубика и конечно же инвокеру тоже досталось но он был главной целью там еще из-за дела немножко рубика взрывной волной развалили 970 по голде empire 1670 по экспириансу тоже в пользу команды империи ну бруда у нее свое дело на никуда не девается ай-яй-яй-яй малых просто разнесло тут по кочкам какая жесткая конечно дабла из квапы и лины так нельзя но они же дети по голде empire впереди 2000 по экспириансу в полторы тоже в пользу империи пруда продолжает фармить в это время забирают на медлине гирокоптера но тут теме пехоте x казалось вроде могут и начать отжигать а как то не получается внизу еще и развалили таска игроки команды пехоте x пока что размен один в один пытаться по и ловить резолюшна лох и пешный резолюшн валят по нему не провалят по нему форгиды ну и что это что это такое вообще это инвокер это инвокер со своими малыми и нормально и работает это у йоку через секунду будет ли сергий пол жиракса разбивают дальше за хином еще один каллинг глейт от йоку и это трипл килл от акса в этом замесе троих сразу отомстил за резолюшн а конечно но потеряли мидеры игроки команда эмпайр 3000 по голде империя впереди две с половиной по экспириенсу фориев пришел подраться здесь были быстренько все спрятались у нас сноубол ну и по идее фориев солото развалит а лоха дэнса йоку ушел а лоха дэнсу надо бежать отсюда не надо подходить тем более здесь санки он вообще опасный одиннадцатого левела бруда мисси гилл провожает всех а лоха дэнс бежит бежит за санки и пофиг ему в принципе йоку под вардом пробежал санки просветка пошла по нему йоку прыгает в пусты орать не стал ну и знают где находится санки просветили его и никуда наверное ему не уйти долго очень долго действует у нас лина флайк как-то подпринатупил слегка долговато все это было вроде была просветка и по-моему там айс шард показал где находится бруда ну не поймали уже бруда с первым догона тут конечно такая серьезная пап дота будет экзортовый инвокер бруда с догоном и медасом ну и что делать вообще непонятно драгонайте тут первым айтемом вообще собирать mom а потом собирать рапиру чтобы соответствовать так сказать забрали товары бюки команды империи и отправились назад по идее здесь ты один должен спушиваться от командами пехот секс есть форги да и санхи который предводитель всех этих мелких ребятишек прыгает у нас акс агрит на себя всех и развалили всех пауков печально просто смотреть это как фильмах смотреть как какой-нибудь войне или перестрелки погибают лошади малы ну в чем вообще они были виноваты отправил их на убой санпхи ну и смотрит как акс просто питается пауками кримсенгвард уже есть уёку есть у него даггер есть у него аркан бутсы и 700 голды сверху у драгонайта после даггера есть угр клап пока что резолюшн больше ничего не покупал у always wanna fly ставку физедри готов ничего более у сайлента готов оркит таск с пт урнов шадоус больше ничего экзертовый инвокер второго левела некрономиконы есть у него также нул талисман хенд оф медас обычный тапок для мп ну и больше пока ничего как там гирокоптеру гирокоптера вообще печальная ситуация гирокоптер по нетворсу на шестом месте форифф не дофармливает и в этом есть его проблема рубик в это время аркан бутсы есть есть урнов шадоус и брут мазер вот команда mvp hot 6 догон 1 ну и догон скорее всего будет макс опять здесь санхи его не видят сайлент прыгает дальше за хином хин шалу грейф успеть на себя провязать нет не успевает после окончания действия оркида развалился бедненький саппорт команды mvp hot 6 ну и даже по артефактам вроде команды империя пожестче смотрится с другой стороны посмотрите отставание не так то и велико йоку на 200 опережает всего лишь инвокера дальше бруда которая опережает у нас сайлента дальше резолюшн который сильно выигрывает у фориффа но это все копейки по сути хотя в общей пачке эмпайр выигрывают более 3000 по экспириенсу тоже 3000 пошли на хэгграунд и прики команда эмпайр разорвало на куски бедняжку инвокера форифф кулдаун под ноги и в это время санхи просто спиливает тавор не подходит сюда не подходит потому что кто знает где там йоку спрятать а йоку во время на мидлейне ждет когда придет бруда еще один тавор от команды эмпайр тут правда тавор доели гирокоптер гирокоптер его за динайл а алоха дэнс по моему ничего не за динайл бруда доела тавор куда дальше вражеский лес съедает догон второго левела уже у санхи резолюшн прыгает на санхи сайланс пошел по нему агрид на себя калин блейд и мега килл стрик от йоку и бруду и всех кто с брудой пришел или кто из бруды вышел в данном случае что 26 голды зарабатывает команда эмпайр на брудмазер ну и по идее надо пойти и что-нибудь подспушить чтобы бруда не подспушила пока вы пойдете куда-нибудь погулять на одной из линий рошан стоит в принципе ждет своей участи 20 минут уже прошло руху пока никто не трогал на удивление 2000 с копейками после кримзон гварда уже у йоку по идее по перефарму тут эмпайр хорошенько себя чувствует драгонайт от резолюшина угр клап есть пока что не вижу бкб а вот собственно бкб смотри в курьере небольшая снос очка бкб для резолюшина теперь в принципе из вещей которые будут его пробивать это флаг канон гирокоптера и это бруда которая руками будет его пилить санстрайки рубики все это становится бесполезным дазл тоже не бьет но малый с дэмэджем будут только бить его санкхи продолжает издеваться над нижним лайном в это время тут команда эмпайр решили подпушить т2 пока что-то там выдумывается брудой они просто идут и сносят там у крипы зашли за него третий не крах то смены резолюшин до резолюшин смелый взял и пошел отдался при чуть было не отдался инвокеру пацан страйк если стал то беда была полнейшая драгонайт понял что что-то не так резолюшин отсюда уходит ну и кстати хило что это такое что это было с резолюшином это он так с нажимал или что это было по моему замер просто на секунду подергал крыльями и успокоился да это с нажимается рубик забирает айс шард у туска вообще у туска кстати как дела скоро будет даггер у алоха дэнса 1400 сейчас на руках драгонайт приобретает себе хипперстоун в принципе магии не пробить кираса если будет той руками не пробить драгонайта плотный герой в принципе в каком-то замесе массовом с кирасой и бкб должен вытанковывать практически все собирать вокруг себя а там уже дело акса приходите собирать всех вокруг себя третьего левелом догону бруды пока не видел чтоб хотя бы в кого-нибудь бруда вставил этот догон пока он просто бесполезный а бруду ловят в принципе always one of lies сейчас брудмазер могла бы и съесть но не лезет при этом странно очень догон есть а толку от него никакого крипатовка что убил санпхи но молодцом но она и правда того стоило линия при этом пушится кстати санпхи ловит у нас silence от сайлента и спокойненько бруда отсюда уходит в принципе ее это не колышет у нее своя задача первоочередная цель брать и есть все что видишь это время резолюшн уже поднимается на хайграунд командами пехот 6 резолюшн 14-го левела пока еще рецепт на кирасу имеется ну и осталось понакупать себе всяких бронированных штукенций брудмазер забрала у нас квапу я не успел даже посмотреть как это случилось йоку пошел мстить бруде флайтом лох и пешный вот так вот догон сработал все-таки у санпхи так он уже четвертого левела здесь но вряд ли бруду отсюда отпустят калин гвей по голове от йоку и unstoppable стрик для оффлейнера команды empire ну и брудя то конечно никуда ничего здесь толком не сделают без своей главной 683 голды у команды empire в этом файте в плюсе ну и 5000 вообще империя по золоту впереди по экспириенцию переопережает своих соперников на 7 ну и у сайлента уже есть метрил хаммер немножко совсем осталось до рецепта на black king бар поэтому бруда станет мягко говоря бесполезной вот в личные встречи против квапы прыгает на кина кин ловит у нас сайленс и не переживает в принципе оркит никуда ему не выйти уже из него ну и началось давление команды empire на топ-лейн крипы идут поэтому можно подпушить в принципе линию попытаться снести тавр или даже бараки потрогать какие они на ощупь ну и командами пехот 6 должна уже стягиваться сюда если они хотят задефать если не хотят пусть оставляют в принципе все в покое резолюшина е16 левел еще и иллюзии были в батле очень даже удобно вышло сносят и 3 игроки команды empire без потерь совершенно резолюшин единственное что руму проюзал ну и уходит у нас игроки команды empire вниз потому что здесь подпушивает mp достаточно крутая тема склит пуш благодаря форги там благодаря некрономиконом линию практически также снёс инвокер здесь как и команда empire в пятером почти забрал т3 сайлента пытаются поймать сайлент под бкб быстрее бежать отсюда просто ты паут даже думать нечего продолжается в принципе у нас абсолютно непонятная игра кто кого перепушит при этом empire вроде бы посильнее в драках но драки не могут никак состояться количеством 5 на 5 все драки куда-то в другую сторону движется то 2 в 1 то 3 в 2 но так чтобы собраться и 5 на 5 подраться такого еще не было за руху может не дрались поэтому и не собираются все вместе кучкой вижен есть у командами пехот секс на рошане у empire вижена не имеется и они заходят на руху об этом прекрасно знают мвп зашли на рошана сигил освещает здесь все сален прыгает по-быстренькому на хг кстати вижну кого есть гем гем есть у акса сан страйк под рошана досталось резолюшину но не смертельно руху забирает в итоге себе сайлент резолюшин какой там сыр это по моему первый рошан какой там сыр вообще собакам санпхи опять в кустах просто что-то странное м.п. пытался убежать резолюшн или таймп подбрасывает его в воздух минус и ночь бруда в это время где ты где ты где ты бруда в это время съедает ли ну ну такой вот догон такая вот штучка еще и пятого левела летит рецепт для бруды пытаются ее поймать убивают курьера и минус рецепт на пятый догон такая вообще неразбериха из-за этой паутины все абсолютно засрано куда деваться вообще глазу не за что зацепиться команда empire перемещается на топ лэй алоха дэнс резолюшн сайлент в принципе йоку тоже подошел агрид на себя рубика рубика разваливают на ралли на форива стан пошел от резолюш на форив таверну и по моему это где-то попахивает концом этого матча ггвп пишет хин команда empire выигрывает этот матч имеет вариант пройти в сетку виннеров для этого им надо теперь будет сражаться в тайбрейке против команды виртус про ну и фуку данному матчу сейчас про чекаем выясним узнаем что там вообще планируется empire в итоге наказывает команду